Начальник уголовного розыска отдела полиции номер 4 по городу Воронеж Евгений Пантелеев пытается избежать ответственности за пьяную езду. Пантелеев и Евгений, правильно я понимаю? Нет, я езжу по машине. Да, точно, конечно. Да? Да. Перед просмотром этого видео обязательно подпишитесь на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. Обязательно оставьте комментарий, напишите из какого вы города и поставьте палец вверх. Приятного просмотра. Начальник уголовного розыска отдела полиции номер 4 по городу Воронеж Евгений Пантелеев пытается избежать ответственности за пьяную езду. Друзья, у меня к вам огромная просьба распространить этот сюжет максимально, где только это возможно. Виновник должен понести наказание и должен быть уволен из органов внутренних дел. Позор таким сотрудникам, которые допускают пьяное вождение. У меня обращение к генералу Бородину. Обратите внимание на эту ситуацию, возьмите под личный контроль, чтобы виновное лицо было наказано и уволено. Я прибыл на судебный процесс, который проходил сегодня. Сегодня у нас, уточню сейчас, 21 октября. Он проходил в 14 часов, на которое Пантелеев не явился со своим адвокатом. Пояснив следующее. Значит, у него обострилось какое-то заболевание. Он находится в больнице. Лежит. Пытается отмазаться. Как выясняется, что уже это несколько месяцев все это длится, вся эта эпопея. Он пытается тем самым затянуть и, понятное дело, быть непривлеченным к ответственности. Судебное заседание является открытым. Слушается административное дело. В отношении Пантелеева Евгения Александровича, привлекаемого к административной ответственности за правонарушение, ответственность за которое присмотрено частью 1 статьи 12.8. Судебное заседание никто не явился. В частности, Пантелеев, согласно ответа на судебный запрос, бюджетное учреждение здравоохранения Воронской области, Воронского городской клинической больницы номер 3, сообщает, что находится на Пантелееве лечение в данном учреждении в терапевтическом отделении с 11 октября 2019 года. По настоящее время диагнозы гетососудистой дистонии по гипертоническому типу ухудшения квест примерно срок лечения 10-14 дней. До настоящего времени срок лечения не истек, находится в стационаре. Адвокат, извещен надлежащим образом, после фонограммы сообщил, что не явится ввиду того, что его подзащитный находится до настоящего времени в лечебном учреждении. Инспектор, извещен, установленный в законном порядке. Ввиду изложенных обстоятельств судебное заседание откладывается на 9 утра 30 октября. Судебное заседание закрыто. Я решил, узнав, где непосредственно он находится, в каком медицинском учреждении, решил приехать навестить его. Сначала я съездил в отдел полиции, посмотреть, действительно ли он отсутствует на работе. Да, действительно он находится в медицинском учреждении. Я туда приехал, это больница номер 3. И в соответствующее отделение пришел, поинтересовался, где находится больной, потому что я решил его посетить, ну, посетитель, поинтересоваться, как со здоровьем, как самочувствие. Ну и зашел непосредственно с ним поздороваться, пообщаться. Нет, сейчас я помогу вам! Скажите, а как мне в Пантелееву Евгеньеву попасть? Пациент здесь навестить его. Врачи. Ага. Прямо вступала. Прямо вступала. Вон, вступала. Спасибо. А, так, так, так. Спасибо. Не надо. Здравствуйте. Евгений, можно вас пригласить? Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы у нас Пантелеев Евгений, правильно я понимаю? Нет, я тут вам ошиблась. Ошиблись, думаете? Ну, куда там ушли? Евгений. Кто, где сейчас нажим? Скажите, пожалуйста, вы являетесь начальником уголовного розыска УП номер 4? Скажите, пожалуйста. Вы даже с собой не хотите представиться? Я сюда приглашал. Я пришел вас навестить. Спасибо. Не надо. До свидания. А почему вы сразу отказываетесь, что это не вы? Вы управляли транспортным средством в состоянии опьянения? Нет, управлял. Не управляли? Нет. У вас сотрудники ДПС оговорили? Да, точно, конечно. Да? Да. Я надеюсь, вы не будете затягивать рассмотрение дела и придете в суд. Конечно. Хорошо. А я думал, я вас не застану. Но вы все-таки здесь, да? Ну, вам нечего по этому поводу сказать. Просто обычно, если человек, его оговорили, он говорит о том, что да, меня действительно оговорили. Тут я вам подсказывал. Переходите на мотоцик, посидите, посмотрите. Что-что? Переходите на мотоцик, посидите, посмотрите. Обязательно придем, да. То, что говорит. А как вас зовут, представьте? Меня Вадим зовут. Там фамилия. Необходимо? Вот видите, я могу себе представиться. А вот вы как-то даже от себя открестили сразу. Нет, нет. Я даже не знаю то, что вы пришли с вами. Серов. Фамилия Серов. Да. Да. Все хватило. Просто с лицом не знаю. А, по фамилии знаете? Ну, конечно, знаю. Я понял. Ну, теперь лично знакомы. Наверное, знаете, чем мы занимаемся? Ну, нас слышим, да? Вам известен, известная фамилия Полухин? Сотрудник ДПС был такой? Нет. Нет? Ну, вот у него аналогичная ситуация, похожая с вашей была. Когда он состояние опьянения управлял. Потом все это установили, человека лишили и из органов уволили. Понял. Ну, наступил. Согласен, взять сердечко. Да, я согласен. Поэтому мы спокойненько. Видите, я вас не беспокою. Я вас спокойненько. Поводил желаю. Все хорошее. Хорошее. Все. Вам больше нечего сказать. А когда придете? 30-го числа будет суд, кстати. Очень радо. Спасибо, что пояснили. Да, я просто сегодня был на процессе. Да. Да. 30-го числа суд. Так что надеюсь, что вы к этому времени выздоровеете. И, как говорится, будете отстаивать свои права. Конечно, приходите, конечно. Я понял. Ну, хорошо. Все. Тогда до свидания. До свидания. Евгений Пантелеев, я хочу тебе сказать одно. Ты будешь по-любому привлечен к ответственности в соответствии с законом. И однозначно должен быть уволен из органов внутренних дел. Так что готовься. Дорогие друзья, в последнее время совсем оборзели люди в погонах, которые ездят пьяными за рулем. Поэтому у меня к вам огромная просьба. Если вы знаете, обладаете информацией о людях, которые могут себе это позволить, обязательно сообщайте нам на телефон 8960 100 00 34. Это телефон горячей линии дорожный контроль. Конфиденциальность информации полностью гарантируем. Вас никто не узнает. Зато вы увидите плоды своей работы. Поддержите, пожалуйста, нас в интернет-пространстве, если не можете поддержать нас физически. Как это можно сделать? Поставить палец вверх, написать комментарий и поделиться этим видео с друзьями. Поддерживайте нас, если вы против пьянства за рулем и против коррупции. До новых встреч. Всем пока. Если ты мечтаешь стать начальником, если ты хочешь, чтобы твоя карьера пошла в гору, звони нам по телефону 8960 100 00 34. Твоя карьера пойдет обязательно в гору. Взятки на дорогах, беспределы, нарушения правил. Мы до вас заберемся, все как нужно исправим. Кулак народа бьет по тем, кто нарушает закон. Дорожный контроль, домоклов меч, нож колокольный звон. Время ответить за должностное преступление. Ты думал, что к тебе спасет звание или положение? Будь ты министр МВД или офицер ГАИ. Если живешь не по закону, то ютуб смотри. Раскроем лица под масками, шатками и касками. Отпишем все подробности, правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным. Стонированным стеклом и переградом непомерным. Не столь в стороне, у нас есть номер горячей линии. Дорожный контроль на старше города, громкий мы ведем. Воронеж будет чистый, это наша...